Уборка зерновых быстрыми темпами идет к концу. Всего в Литском районе уже убрано 97% площадей. В этом основная заслуга сельхозорганизации района, в их числе филиал Детва, открытого акционерного общества «Лида Хлебопродукт», работники которого в ходе уборочной намолотили более 8 тысяч тонн зерна. Отличились здесь комбайнер Сергей Минскевич и семейный экипаж Алексея и Владимира Бовшиц, намолотившие более 2 тысяч тонн зерна. Немалый труд в процесс уборочной вложил и Василий Вересовой, получивший звание «Тысячник». Успехов при уборке зерновых достигли и благодаря водителям Дмитрию Марчику, перевезшему более тысячи тонн зерна, и Ивану Ласю, перевезшему более 2 тысяч тонн. За свой профессионализм и усердие передовики сельхозорганизации филиала Детва принимали поздравления от представителей Управления сельского хозяйства и предовольствия Литского райисполкома и Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Очень радостно и приятно, что впервые в нашем районе у нас появилось два экипажа, которые намолотили по 2 тысячи тонн зерна. За время моей работы, за более чем чуть больше 5 лет, это впервые. Для семейного экипажа Бовши с кабины комбайна в сезон уборочной становится вторым домом. Ежедневно Алексей и его сын Владимир намолачивают от 40 до 100 тонн зерна, в зависимости от погоды и урожайности. Если для Владимира звание двухтысячник – первое достижение как комбайнера, то для отца Алексея получение награды за немалый намолот уже не в новинку. Например, в 2021 году трудолюбивый комбайнер намолотил более полутора тысяч тонн. В хозяйстве работаю давно, уже 23 года, с 99-го года на одном и том же месте механизатором. На уборке работаю третий сезон, комбайн новый получил, соответственно комбайн и третий сезон. Всем жертвам домой приезжаем только ночевать. 11, полседьмого выезжаем из дома. Было дело, что если где что-нибудь случится поломка, мы даже в 5 утра были на мегдворе, ремонтировали комбайнер. Так что работа сложная. Сын Алексея Владимир мечтал работать в сельхозорганизации с самого детства. И в этом примером для него стал не только отец, но и дедушка с дядей, которые образовали целую семейную династию машинистов сельскохозяйственного производства. Сам Владимир пока только помощник в кабине комбайнера. Однако в следующем году он планирует сесть за руль и сжать больше тысячи самостоятельно. Стимулом для такого шага стало желание у Владимира Бовшиса во всем равняться на отца, которого он считает образцом трудолюбия и тем, кем можно гордиться. С самого детства мне понравилось работать в колхозе, на тракторе, на комбайнах. Я здесь работаю, можно сказать, три года с перерывом на армию, полтора года служил. Вернулся обратно, изначально работал здесь, вернулся сюда, на трактор. Второй сезон уже на комбайне помощником. Есть трудности поначалу первый сезон узнавать все устройство. Мне отец все рассказывал, показывал, что как надо. На второй сезон уже полегче. И сам уже мог управлять комбайном, сжать самостоятельно. Я испытываю чувство гордости, что работаю в колхозе помощником комбайнера, со своим отцом, что достигли таких результатов, тысяча, две тысячи. Конечно, горжусь этим очень сильно. Сергей Винскевич, как и Владимир Бовшис, в филиале детства открытого акционерного общества в Лида Хлебопродукт совсем недавно. Только вот в профессии комбайнера для него уже стало призванием. Исправляется с поставленной задачей комбайнер сам без помощника. Для получения высоких результатов на уборочной у него свой стимул. Стремление, наверное, урожай убрать хорошо. Как-то уже с годами выработано это уже. Просто интерес убирать хлеб. В 2021 году строился, уже год проработал почти. Из семьи такое, что у меня отец работал когда-то механизатором. Приучил к этой технике. Так и дальше все пошло. Работаю. Встаешь сильно. Тяжелая просто работа. Объяснить так очень тяжело. Это просто надо побыть в этом, когда узнать. По сезону борочной подходит к концу. Для работников сельхозорганизации времени расслабиться не будет. Своего сбора на полях уже ожидают и другие культуры, в том числе и кукуруза. А пока, благодаря в том числе и передовикам жатвы на личине, Гродненская область продолжает поддерживать одну из лидирующих планок в республике по количеству намолоченных, зерновых и зернобобовых.